В последние годы генетики сделали ряд открытий, касающихся происхождения современных народов. Ученые обнаружили у современных башкир высокую концентрацию генетических маркеров, характерных для ряда народов Западной Европы, англичан, ирландцев, французов. В то же время, только на территории Франции и Южного Урала обнаружена пещерная живопись древнего человека. Как связаны между собой эти факты, и что нового они дают для понимания этногенеза башкир? Сложилось представление, что только там, в Западной Европе, и существовала древнейшая культура. Недаром пещера Альтамира в Испании, открытая в 1879 году, слывет сикстинской капеллой каменного века. Другой, не менее известной пещерой является Ласка, обнаруженная в 1940 году на юге Франции. Одному из исследователей принадлежит такое цветистое ее определение. Если Альтамира столица пещерной живописи, то Ласка – ее Версаль. Открытие в 1959 году пещерной живописи Шульганташа разрушило привычную картину культуры генеза и развития человеческой цивилизации. Оказалось, что на двух концах Европы, в кромешном мраке веков, почти одновременно вспыхнули два очага человеческого интеллекта. И вот открытие Римена, конечно, было сенсационным, потому что никто не предполагал, что рисунки могут быть открыты так далеко от франко-испанского центра, где, собственно, и сосредоточено основное количество подобных памятников. Поверить в то, что пещерная живопись в названных уголках мира возникла спонтанно и независимо друг от друга, очень трудно. Людей тогда было не так много. Популяции, заселившие Европу, насчитывали всего лишь несколько сот тысяч человек. И по одним данным это произошло где-то 40-40 тысяч лет назад, а по другим данным 20-30 тысяч лет назад. Ну, примерно 30 тысяч лет назад люди появились в Европе, и в том числе и в Волго-Уральском регионе. Учитывая редкую населенность Земли, а также большую подвижность древних кочевников, двигавшихся вслед за стадами диких животных, напрашивается вывод, что авторы рисунков Шульганташа и Альтамира, скорее всего, были связаны генетически. Вопрос только в том, откуда шло движение изобразительной культуры с Южного Урала в Пиренейский регион или наоборот. Древнее население Европы было носителем гаплогруппы R1B. Гаплогруппа — совокупность схожих генотипов. Британские генетики Брайн Сайкс и Стивен Оппенгеймер утверждают, что гаплогруппа R1B, Y-хромосом, передающаяся по мужской линии, происходит от палеолитического до индоевропейского населения Западной Европы. Гаплогруппа R1B возникла 20 тысяч лет назад в Западной Азии и затем стала распространяться по территории Европы. Согласно ряду публикаций, от 70 до 90% жителей Англии, Шотландии, Ирландии и Северной Франции являются носителями этого генотипа. Каково было удивление генетиков, когда выяснилось, что столь же значительная концентрация этой гаплогруппы обнаружена и у башкир. У разных групп башкирского населения частота гаплогруппы R1B, Y-хромосом, различная. У одних групп ее частота очень высокая, у других низкая. Но даже усредненные цифры красноречиво говорят о западноевропейских генах значительной части современных башкир. Следовательно, генетика подтверждает мнение археологов о связи палеолитических культур Южного Урала и Франции. Наиболее высокая частота гаплогруппы R1B от 81 до 84% встречается у башкир Пермской области и Баймакского района. Самая низкая частота 0,7% у башкир Обзелиловского района. Это является еще одним подтверждением многокомпонентности башкирского народа. По данным Y-хромосомы, все-таки исследования генофонда о популяции башкир подтверждают ранее существующие гипотезы происхождения башкира. То есть существует три гипотезы. Это финно-угорское происхождение, тюркское и промежуточное. И, в принципе, получают все археологи, антропологи, которые предложили вот эти гипотезы, они все правы. Как видно на графике частоты гаплогрупп Y-хромосом, самый большой столбец отражает распространение западноевропейской гаплогруппы R1B. По усредненным данным, она присутствует у 35% башкир. Высокая частота данной отцовской линии в популяциях Южного Урала является неожиданной находкой, поскольку данная гаплогруппа не характерна ни для одной из смежных с ней территорий – Центральной Азии, Восточной Европы и Сибири. Пишется в одном из исследований по генетике. У соседних популяций, которые рядом с нами, это популяции Центральной Азии, Сибири, данная гаплогруппа встречается с очень низкой частотой, там 2, 6, 8, по-моему, 13% – самая высокая. А у нас в двух популяциях, по-моему, пермские башкиры и баймакские башкиры, у них обнаружена высокая частота. В плохие условия сложились в свое время в Средней Азии, но была такая река, которая текла параллельно Аму-Дарье и Сэр-Дарье. Она называлась Великая Азиатская река, то есть это сейчас мы ее так называем, потому что как она называлась, мы не знаем. Кое-где остались пересохшие кусочки ее русла, называется это Узбой. То есть, иными словами, вдоль этой реки была какая-то цивилизация степняков. А потом там произошло нечто противоположное нашему оледенению. То есть там все разогревалось, разогревалось настолько, что все пересохло и превратилось в пустыню. Даже если мы посмотрим на карту XVIII века, как выглядело Каспийское море, мы его не узнаем. Сейчас Каспийское море, вы знаете, оно как морской конек и вытянуто в основном по вертикали. И где-то в стороне Аральское море, но оно уже не море, оно уже давным-давно озеро, и оно пересыхающее, и оно почти уже высохло. Нам иногда показывают, как там лодки стоят прямо на суше. Если мы посмотрим карту XVIII века, то Каспийское море, оно как пистолет. Вот у него ручка та, которая сейчас внизу. А потом вот такой огромный-огромный выступ. И в основном оно по горизонтали вытянуло. Это, вы представляете, за два века оно так усохло. Теперь можете себе представить, что же было, допустим, две тысячи лет назад, когда текла эта великая азиатская река, какие там были цивилизации. Это там похлеще, чем Хуанхэ какой-нибудь у китайцев, или Ганг, у индийцев. Это бывает действительно очень мощно. И вдруг все начало усыхать. Поэтому понятно, народы, естественно, стали искать, куда им податься. В основном это, скорее всего, были тюрки. Из чего я это заключаю? Древние датские хроники, а я вам напоминаю, что германцы прежде всего пришли на полуостров Ютландия. И Дания, это самое древнее из германских стран. И вот из Дании они начали во все стороны идти. То есть ни Скандинавия не была германской, ни нынешние германские земли не были германскими. Ни тем более там, где Франция, не было никакие германцы. Вот они пришли, и древние датские хроники их называют туркир, ну то есть тюрки. Ну вот, какие у нас? Туркмен, да? Турк, ну тюрк, закрытый слово, да? Мен. Кстати, слово мен, вы прекрасны, мен и ман, это тюркские слова. Скажем, атаман, ата, это отец, ман, человек, человек-отец, ну батя, батя во главе войска стоит. Раз, во-вторых, сами тюрки начинают объяснять все названия. Скажем, государство тюрков называлось Дыш и Кирчак, да? А немцы себя называют Дойч. Это что, надо очень такое сильное иметь в мозге, чтобы понять, что Дыш и Дойч связаны очень-очень крепко. Более того, если мы отбросим окончание Ш, вы, наверное, знаете, Дойч, они часто произносят оглушенно Тойч, да? Вот, скажем, Тойтон, Тевтоны, да? Тот же корень, только окончание другое. То есть Тевтоны, Дойч, и Дыш, и Кирчак, это одно и то же. Более того, если вы будете смотреть на название тюркский, скажем, Туркмен, да? Я раньше думал, что это тюркское меньшинство, ничего подобного. Мен означает Я по-тюркски, очень часто означает Человек. Далее, все названия казачьи, допустим, Атаман, да? Ата по-тюркски, вы знаете, Отец, да? Ман, Человек, Человек-Отец, то есть Бать, и вот все эти названия, Исаул, Харунжи и так далее, и так далее, это все тюркские названия. Также, если мы начнем смотреть, Алимания, да, это просто дальняя по-тюркски страна. Дело в том, что именно в России, именно в Москве, в Санкт-Петербурге, в Новосибирске, в крупнейших центрах России, сосредоточены очень мощные исторические кадры, мощные, значит, научные школы. Так или иначе, представители всех других республик бывшего Советского Союза не могут не учитывать, или прежде всего опираются на выводы, значит, вот этих вот классических академических ученых из российских центров. В свою очередь, значит, в России, из России раздаются претензии в том плане, что вот этот рост самосознания в национальных республиках повлек стремление приватизировать там скифское историческое наследие, арийское и так далее. То есть связать вот этих кочевников евразийских степей, с которыми, значит, связана во многом история евразийского континента в эпоху раннего Железного века, ариев, чьи, значит, культурные достижения неоспоримы, привязать как бы к собственным этническим образованиям, к своим народам. На этом фоне, значит, можно отметить то же самое происходит и в России. В частности, значит, говорят о скифских корнях современных русских или арийских корнях. Ну, что касается арийства русских, хороший ответ в этом отношении – это ответ крупнейшего индолога современного российского, значит, доктора исторических наук Гусевой, которая сказала, что славяне и русские в том числе не арии. Они не могут быть ариями по одной простой причине, по разнице хозяйственно-культурных типов образований, славян, с одной стороны, и ариев. Славяне – это исторический земледельский народ, арий, как известно, это народ скотоводческий, степной. Что касается, значит, скифского наследия, здесь вопрос непростой. И, естественно, скифское наследие в этногенезе современных славян, в том числе русских, огромное, и не только скифское, других кочевников. Но изначально скифами, естественно, ни славяне в целом, ни русские в отдельности не были и быть не могли. Речь идет о таком явлении, как периодические завоевания, перманентные завоевания, точнее, происходившие в течение долгого исторического времени, которые, значит, заканчивались тем, что в очередной раз господствующий слой славянской знати формировали пришедшие из степей кочевники, и все они отложили свой генофонд. Что происходит при этих процессах? В частности, значит, учеными уже давно отмечено, что когда, значит, еще неолитические охотники-собиратели заходили на территорию земледельческих племен, начинали доминировать мужские гоплогруппы именно этих завоевателей. В то же время женские митохондриальные оставались местными, они принадлежали местным женщинам. Это даже порождало во многих случаях, значит, такие гипотезы, что завоеватели, эти кочевники приходили, это чисто мужские миграции были, мужские завоевания. Но такое невозможно, потому что степные, это полноразмерные степные рода, племена с женами, детьми, стариками, старухами. То есть, с полными семьями заходили на эту территорию завоеватели. Вопрос в другом. Вот эти мужчины-завоеватели, они начинали как раз доминировать на этих территориях. Тем более, это касается, значит, еще более вооруженных, еще, значит, более организованных в военном отношении завоевателей, кочевников, непосредственно кочевников, в еще большей степени, чем охотников-собирателей. Вот этим и объясняется большой процент, в частности, значит, гоплогруппы, значит, R1-A1, мужской Y-хромосомы, у русских примерно 46%. У некоторых других славянских народностей этот процент еще больше. В частности, у поляков, по некоторым оценкам, до 56% гоплогруппа R1-A1. Однако, наивысший процент этой гоплогруппы все же не у славян и не у каких-то других народов, а именно у тюрков. В частности, у тех же киргизов, еще более, кстати, монголоидных, чем казахи, у них 63%. Причем, значит, этот гоплотип полностью совпадает со скандинавским, который принадлежал викингам. То есть, один и тот же субклад. То есть, одна и та же разновидность гоплогруппы R1-A. Но 63% киргизских, это не все. На Алтае до 80%, свыше 80% гоплогруппа R1-A1. Причем, с удивлением отмечают ученые, что, например, у южных алтайцев, которые являются более монголоидными, чем северные алтайцы. Северные алтайцы, они ближе к европеоидному типу. Доминируют именно у южных алтайцев, R1-A1. Точно так же у туинцев, у туинцев, более монголоидные группы, имеют намного больше, значит, эту Y-хромосому, R1-A1. И здесь, значит, возникает вопрос о, значит, поскольку мы затронули ДНК-генеалогию, личность крупнейшего российского ученого, которого сейчас в настоящее время нещадно критикуют с разных сторон российские же ученые, это Анатолий Клесов, профессор биохимии Гарвардского университета. Значит, его труды порой называют, в общем-то, необоснованно ненаучными. На самом деле, наиболее разумные из, значит, комментаторов отмечают, что труды Клесова, они вполне научные по тем методам, которые он использовал в своей работе. Однако, выводы, которые он позволяет себе делать, вот они как раз являются произвольными. Объясняют это, значит, стремлением к самопиару и националистическими устремлениями Анатолия Клесова. В том числе, по поводу, значит, Р1А, арийска гоплогруппа основная, которая, так сказать, почти до 50% присутствует в генофонде русского народа. На самом деле, Клесов все прекрасно, я думаю, понимает. Он хорошо разобрался, что в свое время, значит, древнейшая гоплогруппа Пи дала две основные восточно-евразийские гоплогруппы Р и Кви. Кви, она преобладает у американских индейцев, в значительной части, и у значительной части, значит, населения Сибири, большой процент у казахов. Другая гоплогруппа, это гоплогруппа Р. От Р, это, значит, гоплогруппа мальчика из ангарской стоянки Мальта, и это же гоплогруппа Афонтова гора Красноярск. Значит, что касается мальчика со стоянки Мальта, это 22-е тысячелетие до нашей эры, Афонтова гора это 17-е тысячелетие до нашей эры. То есть это древнейшие гоплогруппы. И он совершенно верно, значит, рассчитал, что гоплогруппа Р распалась на Р1А, Р1Б. Он называет, значит, их братскими, но в то же время заявляет о том, что делает совершенно неверный вывод, что Р1Б это прототюрки, Р1А, которые родные братья прототюрков Р1Б, эрбинов или аребов, как он их называет, это индоевропейцы. Значит, ну, говорить об индоевропейцах сегодня время нашей передачи программы немножко ограничено, поэтому это отдельный, конечно, особый разговор. Сейчас, в общем-то, представление о том, как сформировались, кто такие индоевропейцы, у меня, похоже, уже есть. Эти представления есть. Так вот, значит, Р1А и Р1Б не могут быть, чтобы одни были прототюрками с их аглютинативным языком, а Р1А с флективными индоевропейскими языками. Это принципиально другой тип языка. Принципиально другой тип языка. Это, значит, языки с неустойчивым корнем, плавающие, быстро меняющиеся, значит, за короткое время. В то же время аглютинативного типа языки наподобие тюркских, это языки устойчивые, невероятно устойчивые. И об этой невероятной устойчивости было высказано очень многими. И князем Трубецким, и Одри, и многими-многими-многими другими учеными. То есть язык очень древний, очень древний. Тюркские языки, на котором сейчас разговаривают на Алтае многие народы, он очень похож на язык майя. Вот, например, солнце. Майя – кун, тюркский язык – кун. Ломать. Майянский язык – ват, тюркский – ват. Летучая – соц, соц. Рука. Майянский – кул, тюркский – кул. И вот таких совпадений, то есть просто стопроцентных, очень много в языке. К сожалению, современная наука, ортодоксальная, она как-то это все замалчивает. Потому что если все это принять во внимание, наверное, историю придется переписывать. Могу их и выложить. По большому счету у нас основная дилемма заключается в следующих. В Туране. Каким образом... Ударили китайцы, ударили киргизы. И был дан приказ. Гнать кочевых и убивать волков. Буря и волки – это была тюркская элита армии. Мы стили ему все. И у Хазара правящая верхушка была тюркская верхушка. Вообще, тюрки – чудес народ. Арабы про них говорили. Тюрк подобен жемчужине. Пока жемчужина в раковине лежит на дне моря, она не имеет никакой ценности. Но стоит извлечь ее оттуда, и она засияет невиданным блеском. Ну, а какое это к ним имеет отношение? Какое, что даже группа тюрков оказывается в другой стране. Гениальным талантом организации всего и вся. Они тут же организуют и введет местные племена, становятся правящей верхушкой. Куда бы ни приходили. Они придумали классный способ управления. Цвую державу они называли Вечный Эль. Эль-Иль. Борда, яга! Газиз гейна, иным. Тенглин сені, гымрым йозларының жырына. Шунке, эн кем куңылидай кеймсен. Эн кем күшағыдай жылыда. Продолжение следует... 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 Восстание увенчалось успехом. Восточно-тюркский Каганат был возрожден. Что касается западного Каганата, то он распался на ряд других государств. Однако в его недрах сложились многие тюркские народы, в частности, башкиры. Описывая конфедерацию западно-тюркских племен Теле, китайская хроника Суйшу, составленная в 643 году, сообщает. Предки Теле есть потомство Хунну, родов больше всего. От Фу-Линь, то есть Византии, на восток живут Энчу, Аланье, Башу-Кили, Фу-Вахунь, около двух раз по 10 тысяч человек. Упомянутые к востоку аталанов, чьи земли простирались тогда до Приоралья и Южного Урала, племя Башу-Кили, по мнению ученых, и есть башкиры. В сообщении хроники Суйшу мы имеем самые ранее из известных науки упоминаний о башкирах. Таким образом, этноним Башкорт среди других тюркских имен, имеющих живых носителей, на сегодняшний день является одним из самых древних. Исчезли тюрки, агузы, тюргеши, кемаки, хазары, волжские булгары, печенеги, а их современники башкиры живут и поныне, как живое свидетельство грандиозной эпохи тюркского каганата. Такие события происходили в Великой Степи в 3-4 веке. И как-то раз хану Жужани Дуэданю, в переводе «на полном скаку стреляющий из лука парень», пришло 500 семей во главе с Ашиной в Салтайские горы. Говорят, так и так, ребят, можно мы с вами будем жить, а то неспокойно. А Дуэданю говорит, а что вы делать умеете? Ашина говорит, ну мы тюрки с Алтая, мы плавильщики, умеем хорошее железо делать. Железо нам нужна, решили Жужани и присоединили тюркам. Появляется новый народ, которому суждено будет удивить все человечество. Тюрки. Турк или тюрк, тюркют, в переводе «крепкий» и «сильный». Сейчас более 40 народов относятся к тюркской языковой семье, занимающей огромной территорией. А Ашина, имя предводителя, а это префикс «благородство» в китайском языке, Ашин или Чон по-монгольски «волк», в переводе «благородные волки». У них были голубые знамена с золотой волчьей головой. И они действительно были плавильщиками, на Алтае руда рядом, леса хватает, чтобы уголь получить. И они стали делать железо. Что зовут? Ухоу. Или императрица У. Хочу посмотреть, что за красотка такая. Очень жестокая женщина, коварная. Она ненавидела тюрков, считала их грязными, дикими варварами. И сказала, тюрки нам нужны. Мы будем использовать их как солдат. Но никакого уважения к этим варварам испытывать не должно. И тюрки это почувствовали. Обидно, правда? К нам относились как к людям, а сейчас мы просто пограничная стража. Нет, жили они богато. Хорошо жили. В центре Китая были гарнизоны. Но, как говорят казахи, дороже золота для кочевника свобода. Честь дороже богатства. И тюрки подняли восстание. Восстание возглавил Кутлук. Он собрал тюрков, живших в центре Китая. И стал прорываться в степи. За ним бросилась китайская армия. Они загнали тюрков на Алтай. Очень интересно читать отчет полководца китайского. Ой, императрица. Мы покончили с тюрками. Мы загнали их в Алтайские горы. Где их ждет неминуемая смерть зимой от голода и холода. Ну, наивный парень. Пустили щуку в реку. Вообще-то тюрки происходят в Алтайский город. Для китайца эти снежные вершины верная смерть. А тюрки там окрепли. Совершили набег на Китай. Не для того, чтобы разорить Китай. А чтобы освободить других тюрков. И увезти их с собой в степи. И когда они это сделали, восстание Кутлуга увенчалось успехом. Возник второй тюркский каганат. И вот этим доказательством сейчас выходит ДНК-археология. Или ДНК-генеалогия, как ее еще называют. И по этой ДНК-генеалогии получается, что шумеры, Египет, самарскую культуру в Сурии. И самарскую культуру на реке Волга, реке Самара образовали именно тюрки. И вся Европа зацелена тюрками. Это дает основание заявлять... А кто об этом говорит? Заявлять, что русские должны быть маленьким государством на севере, Руси. А все остальное это будут тюркские хазарские каганаты. То есть под идею хазарских тюркских каганатов подводится ДНК-генеалогия. Причем заявляется, например, Анатолий Клесов, профессор Гарвардского университета, известный ученый. Он заявляет, что эти две гаплогруппы, он их называет, я их называю гаплотипами, то есть более мелкой некой сущностью, чем гаплогруппа. Эти гаплогруппы разделились 20 тысяч лет назад. После этого они не исторические, не генетические, не государственные, никак не скрещивались, разделились. И теперь это дает просто мощное обоснование для того, чтобы направить Турцию в объединение с Азербайджаном, с Туркестаном, с Казахстаном, как некий основа тюркского мира, направить против России. Потому что Англия, пять глаз, они всегда воевали с Россией руками Турции. Даже один из их генералов говорит, зачем нам воевать с Россией, когда есть турки. И вот какая задача. И они вскармливают вот эту идею Турана, великого Турана. И причем это совершеннейший бред, потому что этрусские называли себя туранцами на персидском языке. Туран – это ту-арий, то-арий, то есть это арий. Буквально это санскритское, то есть в древней Иранске это санскрит, санскрит. То есть на санскрите это то-арий. Поэтому называть R1B некой сущностью не арийской, то есть это те же арийцы, произошли из города Тарк, это запад Ирана. Вы ранее, R1B и R1A всегда жили вместе. Ирина, а кто тогда не арийцы? Не арийцы? В вашей логике все арийцы. Я тоже понял. А кто тогда не арийцы? Или не арийцев нет? Арийцы изначально, вот если смотреть это в большой исторической перспективе, это люди, световые сущности, пришедшие из Ария, из абсолютного света. Это понятно. Ученые продолжают находить доказательства наличия тюркской культуры на территории современной Европы. По этому поводу в ЮНЕСКО прошла конференция французских и казахстанских историков. Главная цель встречи – новый взгляд на времена гунов и их правителя Атилы. Участники конференции убеждены, что важно сделать достоянием общественности тот факт, что Атилы был не варваром, каким его зачастую представляют, а великим руководителем. И внес значительный вклад не только в культурное развитие общества, но и старался сблизить Запад с Востоком. Площадка ЮНЕСКО выбрана не случайно. Организация уже неоднократно отмечала роль Казахстана в проведении международного десятилетия культуры. А эта конференция даст еще один импульс к развитию межкультурных связей Казахстана и Франции. Аттила смог связать различные цивилизации и выстроить мост между Европой и Азией. Сегодня это цель Казахстана, и вас уже воспринимают как евроазиатский мост, учитывая вашу историю, а также роль, которую играет страна, в том числе и на международном уровне. Например, в той же Британии, начиная от слов «бретон», 327 корней слов местности, рек, озер, воды, городов – это корни тюркские, оказывается. Ну, имеет, в общем, смысл, что очень древние корни здесь, часть нашей истории находится в Европе. Поэтому мы сюда приехали изучить и обобщить нашу историю. Здравствуйте, меня зовут Малязин Сергей. Я единственный человек на Земле, кто умеет читать загадочные скандинавские румы. Если вы хотите послушать, как так получилось и как можно действительно читать эти румы, в течение последующих 10-15 минут постараюсь быстренько рассказать и попробую научить вас, по крайней мере, немного хоть читать, понимать скандинавские румы. В общем, если вам это интересно, начинаем. Итак, я иногда буду говорить не очень вещи, которые близки по теме к сандинавским румам, но это очень важно, чтобы понять в целом, о чем я говорю. Итак, начнем. Начну издалека с фильма «Кантики». Я надеюсь, многие из вас смотрели его. Если кто-то не смотрел, чтобы понять процесс чтения этих рум, я думаю, надо начать с того, что вы должны посмотреть это кино. Это кино основано на реальных событиях. Рассказывает про гениального путешественника и ученого современности Туру Хейрдала. Этот ученый является самым известным норвежцем 20 века. Так, вот Википедия. Кроме того, вот как в фильме рассказывается, он стал известен тем, что выдвигает на первый взгляд невероятные, ну, можно сказать, бредовые с научной точки зрения идеи, потом их доказывает, и они становятся уже далее частью мировой науки. И вот мне захотелось посмотреть, какие же исследования, кроме того, что описано в фильме, он еще делал. И вот у него есть исследование, которое он, к сожалению, не успел закончить. Это исследование о предках норвежских викингов, скандинавских викингов. Тур Хейрдал высказал предположение, что скандинавы могут быть родом из современного Азербайджана. И вот в течение следующих 10 минут я попытаюсь доказать эту его гипотезу. То, чего он сам сделать не успел. Он умер в 2002 году, но мне кажется, он был на самом деле уже не так уж далеко от доказательства своей теории. Он написал книгу, последняя его книга называется как раз об этой теории, называется она «В погоне за Одину». Интересная книга, всем рекомендую ее прочитать. Ссылку на нее, возможно, я оставлю в описании к видео, но если нет, то ее в любом случае можно найти в интернете. Итак, первое, с чем мы здесь сталкиваемся, то, что Одина на самом деле зовут не Один, а Ватан. Один – это какая-то неправильная транскрипция на русский язык. Его Ватанас или Вадина зовут, то есть Ватан. Теперь многие, те, кто владеет тюрскими языками, допустим, азербайджанским, татарским, турецким, казахским, ну и другими тюрскими языками, тут же заметят странное совпадение, то, что слово, ну не «вотан», а «ватан» в тюркских языках означает, означает. «Отечество», оно означает так. Ну, мы берем по-татарски, допустим, для примера. Отсюда мы знаем, ну, отечественный, в узбекском языке, ну и в других тюркских оно означает примерно то же самое. Это первое очень странное совпадение, которое натолкнуло меня на мысы. С помощью тюркских языков проверить гипотезу Туру Хейрдала. И отсюда следует правильный перевод его книги «В погоне за Ватаном по следам нашего прошлого». То есть, ну, «в погоне за Отечеством по следам нашего прошлого». Ну, возможно, даже Тур Хейрдал знал об этом переводе, поэтому и озлоглавил так свою книгу. Очень интересный факт. Теперь, чтобы проверить тюркскую гипотезу, начнем, допустим, с письменности викингов. Письменностью викингов были руны. Оказывается, если мы наберем википедию, руны очень похожи на древний тюркский алфавит. Что это второе очень странное такое совпадение, которое сначала может показаться незначительным, но потом, как я уже покажу, таких совпадений становится так много, что их невозможно замечать. Итак, тюркские руны оказываются просто похожи, ну, с научной точки зрения, на германские руны, но не то же самое, что германские руны. Далее, вот история изучения тюркских руны, если посмотреть, то мы находим третье очень странное совпадение. То, что тюркскую руну впервые, тюркские руны были дешифрованы датским лингвистом. Ну, с моей точки зрения, это очень странно, потому что вдруг тюркские руны как-то оказались дешифрованы не турецкими учеными, не азербайджанскими, не казахскими, не татарскими, не другими тюркологами, а вдруг оказались датским лингвистом. Это третье очень-очень странное совпадение. Далее, совпадения не заканчиваются. Такие странные совпадения все только продолжаются и продолжаются. Так, вернемся к нашим рунам, происхождение рун. Что же мы видим, какие существуют гипотезы происхождения рун? Гипотезы существуют разные, но среди них нет тюркской гипотезы. Видимо, гипотезу Тура Хейрдала в Википедию пока не внесли. Возможно, надеюсь, в дальнейшем внесут. Но, как мне кажется, она из самых достойных упоминаний гипотез. Из этих гипотез сделаем только один вывод. То, что окончательная гипотеза, общепризнанной гипотезы одной, не существует. Ученые пока что бьются над вопросом, откуда произошли рун. Итак, далее еще более странные вещи, которые я обнаружил. Если мы наберем в гугле просто руны, то в основном нам выйдут результаты по магии, по колдовству, по заклинаниям и так далее. Ну, кроме вот этих двух статей из Википедии, мы видим гадание на рунах, допустим. Значение толкования, меркурия, энергетика и так далее. Гадание, толкование, предсказание, гадание. Это очень странно, то, что руны все-таки воспринимаются, в данном случае, людьми, как просто способ гадания. Тогда более серьезные посмотрим книги. Не просто сайты, а книги о рунах. Какие же книги пишут о рунах? Среди этих десятков книг, там нескольких десятков, мы найдем только одну научную, потому что вот по порядку. Вот это про магию книга, амулеты, гадания, оракулы, целительные руны и так далее. Среди этих книг единственная книга научного характера – это Мельникова Елена Александровна «Скандинавские рунические надписи». Книга эта выглядит вот так, можете ее скачать в интернете, ссылку на нее вам оставлю. Очень интересная книга. И здесь что же мы видим в этой книге? На странице 9 мы видим, как современные ученые читают надписи. Итак, вот, допустим, надпись была первоначально прочтена слева направо. Я позднее выяснила, что надпись стоит читать справа налево. Это вы заметьте в научной книге, в очень серьезной научной книге. То есть ученые вроде читать умеют, только не определились с какой стороны право налево. Следующая надпись. Руническая надпись читается так, при повороте на 180 читает так, окончательно, как читать, ученые не определились. Для научной книги такая неопределенность кажется очень странной. Это, приведу пример, на мой взгляд, очень уместный. Был ролик в КВИ, сценка, точнее, которым называлось что-то Акспах или Охрана. Там вся сценка вокруг термина охрана. Один из участников сценки читал Охрана как охрана, другой читал Охрана как Акспаха. Очень смешная сценка. Посмотрите, ссылку найду на нее тоже в описании к видео она будет. В общем, вопрос. Фундаментальный заключается в том, что тот человек, который читает эту надпись как Акспаха, умеет ли он вообще читать письменность? Ситуация в ролике КВН точно такая же, как с письменностью викингов и учеными. Они вроде как читать умеют и те, и другие, но читают по-разному. И вопрос, соответственно, ученым, рунологам, такой же, как и в той сценке, умеют ли они вообще читать руническую письменность? И, возможно, даже если умеют, они умеют не очень хорошо. Попробуем разобраться сами. Вот на странице руны переходим на первую же попавшуюся надпись. Надпись на Софийском соборе Константинополе. Сейчас это Айя София в Стамбуле. Итак, надпись. В 2009 году надписи Оренбар Расфурн Нарбаши. С точки зрения человека, который знает какой-нибудь тюркский язык, надпись читается очень легко на тюркском языке. Ну, руны, так и будут руны. Ну, что интересно, вот в тюркских языках множественное число образуется добавлением суффикса Нар или Лар. Ну, Кен день, Кеннер, Дни. Я не знаю. Магазин Кибет, Кибетлер магазин. В этом случае очень легко заметить, что множественное число в скандинавских рунах точно так же образуется, как и в тюркских языках. Это уже третье получается очень странное совпадение. Далее. Слово Баши. Это, ну, глагол в тюркских языках он означает «был», но часто можно так же использовать, как «сделан». То есть, рунар Баши вполне на татарском, наверное, и на казахском казахи и татары поймут, что это «сделать руму». Ну, вполне можно перевести Баши, как «сделать». То есть, слово Баши вполне можно понимать на тюркском языке. Не могу точно сказать, как на азербайджанском, но на татарском легко понимается. Это уже четвертое, получается, странное совпадение. Далее глагол. Сам этот глагол Баши идет в конце слова. Ну, все мы знаем, что, допустим, в английском языке глагол не идет в конце предложения, извините. А вот в тюркских языках, напротив, глагол всегда идет в конце предложения. И порядок слов в этой надписи очень похож на порядок слов в тюркских языках. Поэтому это тоже очередное очень странное совпадение, которое подталкивает нас к мысли о том, что все-таки Турхиер дал своей последней гипотезе о происхождении викингов, был прав. Итак, далее. Что мы можем посмотреть? Далее я открыл книгу, уже упомянутой Мельниковой. Открыл главу про Ая Софию. В электронном варианте, вот ссылку на которую я оставлю, главы про Ая Софию нет, ее почему-то убрали. Но я ходил в библиотеку и читал в бумажном виде эту книгу. И эта глава очень интересная. Вот, Стамбул, Ая София, Графита. Из этой главы я узнал много дополнительных корреляций между тюркским языком и скандинавским. Допустим, там Мельникова говорит о том, что слово имя, точнее Мурза, часто упоминается в надписях. Легко предположить, что Мурза вместе с викингами пришло в Европу из Азербайджана. Далее, такие примеры, как, допустим, в надписях встречается местоимение указательное БУ. Для современных, ну, тюркоязычных тюркологов, местоимение, ну, вообще для любых людей, которые разговаривают на татарском, наверное, в том числе языке, в татарском языке местоимение БУ часто используется, оно очень ходовое, оно, местоимение третьего лица, точно так же употребляется, как в скандинавских надписях. Далее, я знаю, что вот в немецком языке, допустим, есть местоимение, да, указывающее на место. И все мы знаем, что вот в тюркских языках, если вы хотите обозначить место, ну, в магазине, кибет-те, ну, или там магазин, да, в суффикс да в конце прибавляется тоже такая корреляция надписи викингов и тюркских языков. Далее, английское слово ГОЛД в скандинавских надписях, оно читается как ГЕЛЬД, очень похоже на тюркское слово АЛТЕН. Ну, в принципе, даже те, кто не знает тюркского языка, наверное, помнят, что АЛТЕН денежная единица, видимо, она была золотая. В общем, с тюркских языков слово АЛТЕН переводится как ЗОЛОТОЙ. Поэтому можно предположить, что слово ГОЛД английское произошло от тюркского слова АЛТЕН, и оно пришло к нам в английский язык вместе с викингами из Азербайджана. Далее, слово есть еще, всем нам знакомое, блютуз, в телефоне вай-фай, блютуз, средство связи. Оно, видимо, тоже является наполовину тюркским, потому что в тюркских языках есть слово ТЭШ, которое тоже означает ЗУБ. А блютуз, это как раз из легенд викингов пришло. Это было прозвищем одного из викингов. Ну и в заключении хочется сказать, что таких совпадений при чтении скандинавских надписей очень-очень много. Я бы оценил, что вот в скандинавских надписях около 20 или 30% слов встречаются либо тюркских, либо имеющих отношение к тюркскому языку, к тюркским языкам. В общем, приглашаю всех присоединиться к этой работе. И тогда, возможно, если мы все дальше продолжим дело Турхи Ирдала, то его последняя гипотеза, которую он выдвинул при жизни и так и не успел доказать, то общими усилиями мы сможем ее доказать и имя этого ученого еще более станет весомым в мировой науке. И научное сообщество в очередной раз придется признать то, что на первый взгляд безумная антинаучная идея, которыми и были все его идеи, которые такая же безумная, как и все его предыдущие идеи, в очередной раз его безумная идея окажется правдой. Так что приглашаю всех присоединиться. Если какие-то вы свои наблюдения, можно писать в комментариях к этому видео. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Единственная, выходит у нас возможность узнать, кто были эти люди, наведшие столько шороху в Китае, это попробовать прочесть те слова, которые в китайских источниках приписываются хунну. Вот, пожалуйста. Это, значит, ханьские транскрипции. Вообще говоря, данные по хуннуским словам идут из двух групп китайских источников. Первая — это эпоха Хань, и вторая — это более поздние исторические источники уже после II века н.э. Оказывается, что ханьские транскрипции для всех практически хунусских апеллятивов, то есть не имен собственных, а простых слов, почти для всех позволяют найти тюркские прототипы. С одной разницей — это протюркское состояние. Это то состояние, которое мы находим на основании реконструкции, проведенной над всеми тюркскими языками, в том числе рано отколовшейся булгарской группы, от которой остался один язык — чувашский. И про это Олег рассказывал, наверное. Вот, значит, в этой реконструкции слова выглядят не совсем так, как в известных нам тюркских языках, ныне известных. Вот, ну вот, значит, мы видим «тангры» — «небо», это протюркское «тангры» — «небо». «Рун» — это ставка, «орун» — место и трон. «Кынграх» — меч, «кынграх» — обоюдоострый большой нож, на самом деле, в современных тюркских языках, в памятниках не сохранился. Вот, пояс, кургак, вот, мул, котыр, разные лошади, верблюд. Ну, естественно, что китайцы записывали от Сённо. Стоянки Сённо в кошут, значит, этнонимы, кыркыз, сам хунна, титулы некоторые. Там, например, значит, Сыма Цэнь пишет там титул какого-то хунновского функционера, говорит, что он звучит как «догры», и «догры» — это вот «адолго», которое потом перешло в «о» в китайском, значит, и говорит, что это значит «справедливый» по-хунновски. Вот, пожалуйста, это прямой. Различные титулы. Другая группа слов из ханских транскрипций — это слова, которые явно возводятся не к тюркскому, а к какому-то среднеиранскому языку. Причем этот среднеиранский язык больше всего похож на хатаносакский. Хатаносакский язык нам известен по письменным памятникам с IV по VII век, но то, что попало в ханские транскрипции, явно более старое. Что мы видим? Это несколько терминов молочного хозяйства. Значит, кумыс, молоко, сливки, осветленный кумыс и титулы. Вот, да, насчет вариативности, значит, то, что сейчас читается Шаньюй, вот, как, значит, глава хунского государства, тогда читалось Танва, а интерпретироваться должно, видимо, как Дархан. Вот. В Ханшу при этом имеется замечание, что титул Шаньюй означает «обширный» и показывает, что носитель этого титула обширен подобно небу, что указывает на народную этимологию слова «дархан», заимствованного в протюркский и из иранских языков с помощью глагола «дарга» расширяться, распространяться. Ну вот «хатын». Вот. Прекрасное сакское слово «рунде» — царский род «сюнно», род, из которого должен происходить Шаньюй. Это попросту то, что мы имеем в саксском множественное число от слова «царь» — «рунде». Вот. Второй по важности титул после Шаньюя — это не иранское заимствование, а калькас среднеиранского термина. Вот. Вот титул персонажа сына левого Дадзяна, это тоже некоторый чиновник, который, вопреки обычаю... Левый — это неплохой, а тот, который в левом крыле, соответственно, правит. Вот. Вопреки обычаю, не мог стать следником престола, а потому получил этот титул. В общем, довольно хорошо читается, как среднеиранская нотраука, то есть неправящий. Вот. Ну вот принцесса, которая, видимо, иранская кончача. Вот. Дальше, значит, в постклассических транскрипциях мы имеем уже только тюркские слова, как гунские. Вот. В частности, мы можем прочитать, наконец, неоднократно читавшийся до сих пор стишок гунский. Там, значит, история про то, что это Третий век, соответственно, нашей эры. Там один гунский правитель пошел бить другого гунского правителя и зашел перед этим к шаману, чтобы тот сказал пророчество. И тот сказал пророчество, которое записано восемью иероглифами, в две стихотворные строчки, соответственно, и дан перевод. Вот. Он достаточно хорошо читается по-тюркски, а именно, значит, если войско выведешь, то этого богатыря, пожалуй, схватишь. Вот. Значит, ну и вот еще несколько слов. Таким образом, значит, можно считать, что, по крайней мере, та часть хунну, с которой общались китайцы, и от которой они брали слова, которые считали хуннускими, говорил на тюркском языке. Причем это был протюркский язык. Это реконструкция, значит, состояния до распада тюркских языков на стандартно тюркский и булгарский. Вот. И это, в общем, довольно хорошо подходит к тому, что мы знаем из классификации тюркских языков и их глоттохронологического обследования. К тому, значит, ну, по времени просто довольно хорошо подходит, потому что как раз первые века до нашей эры, первые века нашей эры, это время, когда распадались тюрки на булгарскую и прочие группы. Подтверждением того, что тюрки были где-то там, протюрки были где-то там и общались бурно с Китаем, является наличие большого количества позднедревнекитайских, то есть в фонетике западной хань или восточный хань заимствований в протюркский язык. Что значит, что они заимствованы в протюркский? Это значит, что закономерные рефлексы этих слов у нас имеются и в булгарской группе, и в других тюркских языках. Вот ряд таких слов. Довольно понятные тоже семантические области. Если вы видели, что в древнекитайском это была всякая скотина и дальше титулатура, причем на самом деле вот эти термины, касающиеся скотины, они на самом деле сохранились в китайском языке. Например, то слово, которое было которое было хя-ся, значит, плохая лошадь, оно дальше застряло в китайском языке, развелось по его законам в то-ти, и в этом значило уже пони, и уже в новокитайском в средние века было заимствовано в язык среднетюркских памятников именно в виде то-ти и со значением пони, и, например, в современном новоуигурском это слово есть в том же значении. То есть слово прогулялось туда-сюда. А заимствования в протюркске это, соответственно, металлы, титулатура, военная терминология, письмо и чтение, философские термины, предметы роскоши, лак, какой-то сокол и овощ. Довольно естественно для кочевников. Ну и мы видели, что, кроме того, среди сеновских слов раннего периода мы имеем восточно-иранские. В протюркском имеется некоторый слой восточно-иранских заимствований. Он относится к молочному животноводству, прежде всего, во-вторых, съедобные растения и строительство, и в-третьих, титулы. То есть круг взаимодействия более или менее совпадает в том и в другом случае. гипотеза, которая вокруг этого всего строится, получается такая, что, по-видимому, верхушка хунну, то, от кого поступала языковая информация к китайцам, говорила таки по-тюркски. При этом были какие-то неслабые контакты с некоторыми протасаками, которые жили неподалеку и от которых в частности попала титулатура. То есть, по-видимому, следует предполагать некоторый период вассалитета. Ну и, по-видимому, от которых получено молочное животноводство, это, в общем, то же самое и будет. На все это очень хорошо ложатся этнонимы хунну для тюрок и юэджи для соответствующих протасаков. Ну, о тахарских отношениях тюрок говорят много, много, но в общем, ничего хорошего не получается. Среди сенузских слов в китайском попалось два случая, которые, в принципе, возводимы к тахарскому. Значит, это, во-первых, сушеная молочная закваска, а во-вторых, вот это просто анекдотический случай. Значит, в ханшу имеется слово, часть титула шаньюя, который читается някде. Как объясняет нам историк, это постоянный эпитет, прилагавшийся к имени Шаньюя в дипломатических письмах к ханскому двору и толкуется как почтительный к старшим, то есть к ханскому императору. Значит, на самом деле это слово по звучанию абсолютно совпадает с тахарским господин. Субтитры сделал DimaTorzok